Ваше Пресвященство, досточтимы отцы, братья и сестры! Мы продолжаем сегодня нашу конференцию, посвященную памяти митрополита Алматинского и Казахстанского Иосифа Чернова. С 1917 года для России настали времена Великого Перелома. В эти годы церковная жизнь носила жертвенный характер. Само участие в богослужениях, лириков и мирян сопряжено было с ежедневной опасностью ареста и смертью. Поэтому на службу ходили люди, можно сказать, герои, самоотверженные и настоящие исповедники. В это время в Таганроге произошло трагическое событие. Юнкерское училище вступило в борьбу с рабочими. При этом погибло с обоих сторон около 200 человек. Владыка Арсений пошел в исполком брать разрешение на похороны и тех, и других. Было идти опасно, потому что жены рабочих обещали сжечь Владыку Арсений за то, что он собирался хоронить юнкеров. Владыка Арсений сказал, я архиерей для всех, хоронить буду всех. От меня нельзя требовать партийности. Исполком разрешают владыке похоронить тела рабочих и юнкеров, но тела рабочих в этот период уже забрали жены и родственники. А тела 105 юнкеров так и остались лежать на морозе. Их, как дрова, собрали и бросили где-то в сарае. И под дьякон Иоанн каждого юнкера положил свой гроб, потом их отпели и похоронили. Ночью за Владыка Арсения приехала машина. Красноармейцы потребовали его выдать, потому что кто-то донес, что Владыка Арсений не захотел хоронить нескольких моряков, назвав их черными комиссарами. Если бы Владыка Арсения забрали на тот момент, его ждал бы расстрел. И под дьякон Иоанн сказал, а Владыке нет, так как он в отъезде. А сам в это время помог перевезти Владыку Арсения на подворье греческого монастыря, где и спрятал его в амбаре зерном. Я зачитаю отрывок из воспоминаний Владыки Иосифа по этому дню. Я побежал в порт и на корабль прыгнул. Когда я в кают-компанию зашел, там было накурено, надышено, наплевано и уже заканчивался ужин. Везде лежали куры, лапы, колбаса, бутылки с вином и водкой. Я был в полурязке, и все одним голосом закричали, черт. Я говорю, не черт, а Ваня Эконом с архиерейского монастыряном. Вот этим они были куплены с первой минуты. Ага, совсем не черт, а Ваня Эконом. Ну так что тебе угодно? А угодно договориться с вами навсегда, быть архиерею или не быть. Да этот архиерей поляк еще вдобавок. Что ему русское? Я только одно знаю, что когда его посвящали в архиерее в 10-м году, 24 октября, то он такую речь говорил. Я очень долго собирался и наконец-то собрался убежать с темного запада к светлому, хотя и в лаптях, к востоку русскому. Все они, а, папироску в сторону, все-таки, все-таки, давайте-ка конкретно. А конкретно, я говорю, надо разобраться. Мы с владыкой ничего не знали про похороны матросов. Ну так чем вы докажете, что вы ничего не знали? Когда моряков хоронили в портовой церкви, был священник Соринов, давайте-ка спросим у него. Пришла машина, привезли Соринова, он весь бледный и трясется от страха. И говорит мне, Ваня, вы ее здесь? На какой предмет будет разговор? Я говорю, увидите, на какой предмет. Вон предметов, полный стол стоит, показан на бутылке с вином. А давайте-ка все опрокинем по рюмочке. И вот этим я их снова все купил. Соринов выпил, я немного прихребнул. Закусывать и говорю. Ну как он мог есть, когда у него зуб на зуб не попадает? Есть пришлось мне и лапу, и колбасу. Отец Иоанн, объясните-ка матросам, почему вы и владыку не пригласили хоронить моряков? Соринов отвечает, Ваня, если бы родители сказали мне, то я бы пошел и пригласил владыку. Моряки говорят, ах вот как, как же они нас информировали? Ну ладно-таки, вопрос исчерпан. В итоге на следующий день Ваня получает-таки из исполкома бумажку, где было написано «Ване и архиерею». Разрешается 2 февраля послужить панихиду над героями-матросами в городском парке на клумбе. Вечером владыку Арсения отправили к благочинному, который жил неподалеку от архиерейского дома. Туда в 6 часов утра архиерей вызвал протерея Шумова и исповедовался у него. Шумов пришел домой, сказал матушке, матушка сказала дочке, и в 12 часов весь базар уже знал, что архиерей на подворье исповедовался у Шумова. Так в своих воспоминаниях, вздоре иронии и юмора напишет владыка Иосиф. Благодарность о своем спасении владыка Арсения подарил Ване восьмигранную царскую митру. Когда-то эту митру он получил в награду от государя императора Николая II в 1911 году. Сейчас, протягивая в митру Ивану, он сказал, «Та голова, которая спасла архиерейскую голову, имеет право венчаться этим венцом в свое время». Мы часто, читая о исповедниках и отцах церкви, встречаем схожие жизненные ситуации. Так, например, было и в жизни митрополита Зиновия Мажуга, местночтимого святого, мощь которого сейчас находится в Тбилиси. Митрополит Зиновий вспоминал. «Однажды меня к настоятелю позвали, вели ли сесть на стул, и келейник, не говоря ни слова, а стриг мои волосы. Я в мыслях недоумевал, почему так, чему? После чего меня повели в келью и сказали ждать. Чего? Все молчат. Позвали вечером, сняли монашескую одежду и дали померить костюм. Все это молча. Я пошел запрягать лошадей, как было велено, подогнал повозку к настоятельскому корпусу, вошел к настоятелю. Тот молился. Потом, повернувшись, сказал, что он во мне не ошибся, и поручает мне трудное дело. Тайно отвезти одного человека, не привлекая к себе внимания, так как на дорогах занимались грабежами всевозможные бандиты. Оказалось, монах Зиновий вез архиерею. Прощаясь, тот сказал, «Ты спас архиерея, следовательно, быть и тебе архиереем». 19 февраля 1918 года еподиакон Иван был пострижен в мантию с именем Иосиф в честь святаго праца Иосифа Прекрасного. Владыка Арсения, вспоминает митрополит Иосиф впоследствии, «Дал мне это имя для того, чтобы я всех кормил». Позже так и получится. Когда Владыка сидел в лагере, он готовил еду, и все зэки, зная его доброту, подходили к нему за второй порцией. А в другом лагере он пожалел женщину, у которой было трое детей. Он собирал ей остатки хлеба, а у нее начались искушения. И мне, говорит Владыка, пришлось проситься на другую работу, бежать, как Иосифу Прекрасному. В 1920 году его рукоположили воиромонаха. После Хиротони отец Иосиф в течение тысячи дней непрерывно совершает божественную литургию. В 1922 году по благословению патриарха Тихона он получает свою первую награду – золотой крест. 26 декабря 1924 года иеромонах Иосиф епископом Арсением был возведен в Сан-Игумену. Хотелось бы остановиться на этом периоде нашей страны. В это время в церкви, кроме гонений от богоборческой власти, которые испытывали все чадо русско-православной церкви, в ее среде появились предатели и отщепенцы, которые создали раскол внутри церкви, раздирая хитон христоф. Этой ситуацией воспользовалась и советская власть. При ее поддержке был основан комитет живой церкви, а ее участников комитета называли живоцерковниками. Этот раскол движения за обновление церкви обозначился в русской среде православного духовенства еще раньше, при революции 1905 года. В их требования на данный момент входило от изменения богослужебного чина до призывов к слиянию всей религии. Например, они требовали перевести богослужебные тексты, разрешать епископам заводить семью и так далее. Лидер обновленческой церкви, митрополит в кавычках Александр Веденский писал, «Сейчас находиться в церкви нужно только для того, чтобы разрушить патриаршество». Сам он мог на своих литургиях впадать в некий транс, завывать, а во время исполнения херувимской песни читать тайные молитвы на русском языке вслух. Живоцерковники захватили храмы во многих городах, а тихоновцы были гонимы и совершали тайные богослужения иногда по домам. К примеру, в 1922 году, когда обновленцев был съезд, на него приехали примерно 80 епископов, 40 из них более старого канонического рукоположения. Такое было страшное время отступления. Тогда патриарх Тихон был арестован, и многих архиереев постигла эта же участь. Те архиереи, которые не подчинялись нововведениям живоцерковников, были осуждены на заточение и изгнание со своей кафедры. Владыка Арсений Смоленец в это время, как правящий епархии, объявил комитет живая церковь неправомочным. За это обновленцы обвинили правящего архиерея в контрреволюции и выступили свидетелями против него на устроенном властями процессе по делу изъятия церковных ценностей. Епископ Арсений и еще шесть священников были арестованы, и на суде, проходившем в Ростове в марте 1922 года, приговорены к разным срокам заключения. Владыка Арсения в суд приговорил к расстрелу. Но поднялся такой крик в суде и толпе, которая окружала здание суда, что расстрел заменили десятью годами тюремного заключения. Он был сослан в Соловецкий лагерь особого назначения. Через пять лет был освобожден по болезни. За годы революции в Таганроге были закрыты и разрушены 27 православных храмов. Кирпич использовался в качестве строительного материала, например, на строительство здания ЗАГСа. Исчезли изъятые драгоценности, иконы и церковное утври, чтобы позже появиться на самых дорогих аукционах мира. Игумен Иосиф вел решительную борьбу с обновленцами. Чем он боролся? Проповедью. Таганрогское паство, так же, как и ростовское, сначала не разобралось в сути обновленческого движения и стали поддерживать живоцерковников. К этой смоте попали многие, и даже такой известный прозорливый старец, как Иоанн Домовский, настоятель Александра Невского собора. Люди его считали второй копией Иоанна Кронштадтского. К ним ушли со всех сторон за советом. Владыка Арсений из тюрьмы попросил и романаха Иосифа передать Иоанну Домовскому, что он не должен поддержать живоцерковников, так как они неправославные. Владыка Иосиф пишет, страшно было идти к нему с таким поручением, так как он был не только прозорливец, но и целитель многих. Войдя в келью отца Иоанна, я остановился и сказал, отец Иоанн, я пришел сказать вам то, что поручил мне Владыка Арсений. Когда я передал ему буквально слова Владыки, отец Иоанн начал плакать и рыдать. Передайте Владыке, что я не знал всего, я хочу умереть православным, сказал он в ответ. Потом, когда люди стали осознавать, что уже в церковнике являются раскольниками, предателями православия, обновленческие храмы потихоньку становились пустыми. А Нейпольский собор, где служил игумен Иосиф, наполнялся и вскоре не мог вместить всех желающих. Кто-то из жеварц-церковников из зависти и злобы написал донос в ГПУ. Это стало причиной первого ареста игумена Иосифа. Это был 1925 год. Игумен Иосиф был осужден на два года. Первый срок он отбывал в деревне Коль-Йоль в республике Коми. Он вспоминает, что в 1926 году на Иверскую икону Божьей Матери у них прошла торжественная служба. Даже читали Акафист. В его дневнике появится запись. 15 октября. В два дня я исцелился перед иконой Иверской Божьей Матери, страдавшей крепко с 5 октября и особенно сегодня, 15. Помни, Иосиф. 15 октября 1926 год. Коль-Йоль. Слава тебе, милосердная владычица. Этот период у владыки Иосифа был очень простой. Он почувствовал невыразимое чувство богооставленности. Он не мог молиться. Он ничего не чувствовал, ничего не хотел. Единственное, на что хватало у него сил, это стоять и смотреть на образ Божьей Матери Иверской. И в какой-то момент из глаз Божьей Матери полились слезы. И он пришел в себя. Запись в дневнике была связана с этим событием. По освобождении из лагеря в 1927 году игумен Иосиф на Благовещение Пресвятые Богородицы был возведен в Сан-Архимандрида и на главу его была возложена та самая царская митра, которую подарил ему епископ Арсений в 1918 году. В 1932 году игумена Иосифа готовят к епископской хиротомии. Денег у него ни копейки. Так вот, кто-то подсказал владыке пойти к старице Марии. Я пошел. Матушка лежала уже лет восемь на Адре. Девочки, девочки, послушницам говорит, дайте-ка мне торгус гроши. Ей подали мешочек такой, и там что-то звенит. Она там рылась, рылась, копалась, копалась. Вот те. И поедешь, и приедешь, и останутся. Вижу одна монетка, и что-то такая легкая. А я удельный вес золота все-таки знал уже, и печали необысть, когда стал уходить из ее кельи. А тут меня сейчас же встретили ее послушницы, которых было около человек десяти, вероятно, не меньше. И они стали мне золото давать. Десять рублей, пять рублей, десять рублей, пять. Я уже горсть набрал, да не держится я в подрясник. Покуда до калитки дошли, так что-то около трехсот рублей золота в подряснике то и было. И они меня проводили, калитку открыли. Все совершилось так, как совершилось. Во время своей проповеди в день Хератонии Владыка Иосиф вспоминал житие святителя Николая и подробно житие святителя Александра Камуанского, которого он очень читал. В Камуанах умер один епископ, рассказывает Владыка. Святитель Григорий Неакисарийский, приехавший на постановление нового епископа, учил, что ставленник должен иметь не внешние только достоинства и отличия, но прежде всего чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку, но если не смотреть на внешний вид и благородство, происхождение, то и Александра Угольщик может быть поставлен во епископа. Святитель Григорий подумал, что не без промысла Божия был упомянут этот человек и просил вызвать его. Уголья, уголья, кому свежевыжженный уголья? Тише, тише, епископ тебя зовет. Когда Александра Угольщика привели на собрание, многие, смотря на него, стали смеяться. А он стоял углубившись в себя и ни на кого не обращал внимания. Святитель испытал его, и Угольщик вынужден был открыть, что он прежде был философом, изучал Священное Писание, но ради Бога принял на себя добровольную нищету и смирение. Когда христиане города Каман узнали об этом, то возблагодарили Бога и единодушно избрали Александра епископом. Таганрог 1932-1935 годы. 3 февраля 1933 года епископ Иосиф был назначен временно управляющим Донской и Новочеркасской епархией. Он был тогда единственным православным епископом в Ростовской области, удерживающим свою паству отжива церковного соблазна. Вот что вспоминает одна прихожанка кафедрального собора в Ростове о владыке Иосифе. В святом углу, где владыка молился, стоял она лойщик, и маленький половичок лежал на полу, а под ним в земле углубление. Это от долгих молитв и многочисленных поклонов владыке просела земля. В комнате у него стояли лишь стол, кровать и два стула, но все чисто, даже белоснежно. Была у владыки старенькая прислужница Матрона, которая часто забывала, что нужно сделать. Помню, владыка хотел мне прихорошить, вывезти мои веснушки и где-то достал для этого специальную мазь, а мотя той мазью самоварно чистила. Отец Иосиф был очень хлебосольным и всех приходящих к нему угощал, отдавая все, что у него было. Стол у него был всегда накрытый. Когда мы с владыкой пешком ходили на службы, он шел всегда с посоком в рясе. Пока идем, все нищие вдоль дороги выстраиваются, и он всем им давал деньги. И пока всех нищих не отделит, он в храм не зайдет. 19 декабря 1937 года скончался духовный отец епископа Иосифа, владыка Арсений Смоленец. Он был погребен на городском кладбище. В наши дни за его могилой в Таганроге и могилой юнкеров ухаживают благочестивые христиане. В 1935 году особое совещание при НКВД Советского Союза вынесло второй жизни владыки Иосифа приговор. Пять лет лагерей за какую-то антисоветскую агитацию и связь с владыкой Арсением, который был в то время в тюрьме. По воспоминаниям одного из заключенных. В тюрьме нельзя протянуть в трюме нельзя протянуть ноги. Забиты людьми и их немудреными вещами удушливо зловонный трюм. Сидим впритык друг к другу, обливающиеся грязным потом, обовшивившие и злуренные. И мечтаем только об одном. Хотя бы на полчаса прилечь, вытянуть ноги, как-то расслабиться. Только небольшое пространство в трюме не затолкано до отказа. Это место, где расположилось духовенство с большими сроками направляемое в лагерь. Вдруг Владыка Иосиф подходит ко мне и предлагает часу-другой полежать, отдохнуть. А он, Владыка, и пастор Греберт посидят в это время. Они, мол, уже належались в досталь. И также после меня, после других были поздно еще и еще другие замученные в конец заключенные. А Владыка Иосиф все сидел и сидел. Удивительно, что в тюрьме и в лагере Владыка избегал разговор о религии и о Боге. Он старался только деятельно помочь. А когда, скажем, профессор затевал разговоры о высоких материях, видимо, стеснялся и нехоть отговаривался. Ну, что мы, бедолаги, о Боге рассуждать будем? Ведь нам его все равно не понять, не охватить нашей пухце мыслью, а вы вот лучше потихонечку молитесь о самом насущном сегодняшнем. И как-то так хорошо и ласково улыбался. Был он, несомненно, умен, русским умом, открытым, чуть лукавенкой, был по-хорошему, простонародно остроумен и, главное, никогда не унывал. И соприкасающиеся с ним заражались его русским радостным умом-сердцем. Владыке приходилось работать медбратом в лагерном лазарете. Там была изба, где стояли стеллажи и на которые клали покойников. Однажды ему поручили анатомировать покойников. Врач ушел, а я мне дал задание вскрывать брюшную полость. Я рассказывал, владыка вскрывал, а потом зашивал мертвецким швом, обмывал покойников, одевал их и хоронил. Хотелось бы поделиться с вами воспоминаниями старца Наума, архимандрита Святого Троицка Сергия Лавры о архимандрите, о митрополите Иосифе, когда он был у него в Алма-Ате. Был в республике Коми главный чекист, который ведал ссыльными. Тетя этого генерала упрашивала племянника не стеснять осужденного епископа Иосифа. «Ну ладно», соглашался тот, «можно ему молиться, сколько он хочет, но, чтобы собирались, смотри, не больше трех-четырех человек, и посылки, и письма пусть получают, и если еще что потребуется, разрешим». Владыка говорит ему однажды, когда он приехал полушудя, «А что, если тебя, генерала, на высокую должность в Москву возьмут? То как это меня из провинции в центр-то возьмут? Там много ученых». «Ну, все же, если тебя переведут на эту должность, то дай обещание, что освободишь меня и моего соседа Ксенца и еще одного заключенного назвал». Уехал генерал. Через несколько дней приказ сдать дела и ехать на руководящую должность в Москву. Генерал приехал к владыке, долго ходил вокруг него и удивлялся, думал, человек, который как пророк. «Да, Иван Михайлович, вы действительно непростой человек, вы связаны с Богом». Через несколько месяцев пришли бумаги об освобождении владыки Иосифа и тех людей, за которых он просил. Благодарю вас за внимание. И на следующей встрече в Ейско-Горнице мы продолжим рассказ о жизни митрополита Иосифа. Спасибо, Господи. Матушка, Тавиха, благодарим вас за интересный рассказ. Спасибо, Господи. Последнее, то, что вы сказали, очень напоминает нам сюжет, случай из жизни небесного покровителя митрополита Иосифа, праотца Иосифа Прекрасного. Когда он был в тюрьме, то предрек веночерпию освобождение и попросил походатасить об освобождении. Видите, так и здесь. Ну, известно, что митрополит Иосиф очень почитал правильного Иосифа праотца. Мне кажется, по-моему, составил канон ему и, по крайней мере, на проповедях очень много говорил об удивительной чистоте, о надежде на Бога, который не пострамляет, о том, как Господь вел особым образом праотца Иосифа через оковы железные, попускались и искушения ему, но он сохранял веру в Бога и верность своему Богу. Действительно, отец Наум очень много рассказывал про митрополита Иосифа Чернова, бывал у него многократно, и учился у него в молитве. И владыка Иосиф, когда уже отходил, то он свой духовный чат передал отцу Науму, поэтому отец Наум очень часто приезжал в Троице, вернее, в Троице Сергеево Лава, приезжал в Алма-Ату и очень много духовных чат в Алма-Ате отца Наума. Благодарим, Машка, за интересный рассказ. Спасибо, Господи, дорогие отцы, просествую. Спасибо, Господи, Ладыка, благословите. Благословите, Ладык, все. Благословите. Спасибо.